МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оркестр, старинные костюмы, праздничное настроение. Знаете, зачем здесь собрались все эти люди на улицах старинного французского городка Витель? Они планируют есть лягушек, причем в огромных количествах. Звучит странно, но такова Франция. Главная слава Вителя, конечно, связана с минеральной водой. Это старый знаменитый курорт, куда традиционно ездили и ездят подлечиться на водах. Но уже более 40 лет здесь проводят и ежегодный фестиваль лягушек. Тут их готовили и ели всегда, так что гурманов и просто туристов поджидает немало удивительного. Эта пожилая дама берет два пирога с лягушками. Пирог с лягушками. Не желаете приготовить такое дома? Каждый французский город и регион старается создать себе какой-то местный специалитет, чтобы сюда ехали именно за этим. Вот и в Вителе создали целое братство дегустаторов лягушачьих бедрышек. Членов узнать легко. На них зеленые с желтым костюмой в старинном стиле и непременно с лягушками. Атмосфера очень дружественная, потому что мы очень любим устраивать праздники. Сколько килограммов, сколько тонн лягушачьих лапок будет съеденным? Сейчас, так как погода хорошая, мы рассчитываем на 6-7 тонн лягушачьих лапок. Шесть тонн? Это за сколько дней? За выходные. За два дня? За два дня. Это невероятно! Старт празднику дает в местном зале собраний президент братства Даниэль Жилле. Прежде всего он посвящает новых лягушатников, каждый из которых дает клятву содействовать процветанию города и неустанно прославлять прекрасную лягушку. Все, в том числе и мэр Вителя, он недавно сменился в результате выборов, после принесения присяги должны непременно отведать деликатесных бедрышек и запить местным вином. Ну а потом начинают угощать гостей, среди которых члены братств из соседних городов, например, любители колбас или вишневого ликера, и иностранные журналисты в моем лице. Я удостоился большой чести, праздничных лягушек мне поднес вас лично месье-градоначальник. Это лягушачьи лапки, приготовленные с добавлением белого вина, сливок, лука, чеснока. Это восхитительно, и я вас прошу попробовать это. Вот увидите. Вы не захотите уезжать из Вителя? Я боюсь. Да нет, нет. Это очень вкусно. Это рыба. Да-да, похоже на рыбу немного. Очень похоже на рыбу, очень похоже на треску. Треска. Нет, это не треска, это лягушачьи лапки. Откуда вообще у французов взялась такая странная кулинарная традиция? Историк местной кухни Патрик Рамбур раскрыл мне секрет. Оказывается, главная причина в том, что при помощи лягушачьего мяса французы в средние века обходили церковные запреты. Ведь это же как бы не совсем мясо. Значит, его можно в постные дни, которых было очень много. В старинных трактатах описывалось и то, как надо ловить лягушек. Брали удочку или палку с нитью на конце, а на нитку привязывали либо кусочек мяса, либо просто кусок красной материи. Потому что лягушек притягивает красный цвет. Я когда был мальчишкой, делал то же самое. Потом приносил лягушек домой, и моя бабушка тут же била эту лягушку головой об стол и немедленно разделывала ножом. Впрочем, все те тонны лапок, которые будут съедены на праздники в Вителе, приехали сюда издалека. Французы жалуются, времена, когда они могли есть местных лягушек, давно прошли. Из-за расширения городов и сельхозугодий в лесах и на болотах земноводных осталось мало. Есть отдельные фермы, но основная масса продукта импортируется из Китая, Индонезии, Вьетнама. В Азии, кстати, лягушки тоже популярны. Отварные, жареные, в кляре, с кашей. Или вот такое фондю из лягушачьих лапок, которое готовят в московском ресторане вьетнамской кухни. В состав входят лягушачьи лапки, свинина, зеленый банан, сыр тофу, вьетнамская зелень, лалот и листья периллы, похожие на базилик. Лапки маринуют в смеси специй, ингредиенты слегка обжаривают в масле и тушат на медленном огне в рыбном бульоне около часа. Ну а во Франции, помимо пирогов с лягушками, я попробовал и крем-брюле из них, конечно, не сладкое. Кусочки филе в густом сливочном соусе. Авторское блюдо местного шеф-повара Дельфин Шемет. Много требуется усилий, чтобы снять мясо лягушки с костей. Да, это сложно. Мы получаем их замороженными. И нужно каждую лапку сначала согреть, а потом очистить вручную. Только потом можно начинать готовить. Это большая работа. Но тысячи гостей праздника, конечно, берут эту работу на себя. Убиваются более дешевым, простым и распространенным вариантом приготовления. Лапками а-ля Прованс. Их жарят с петрушкой и чесноком. Я тоже попробовал. Лягушек, конечно, жалко, но как иначе погрузиться в местные традиции? Какой-то ужас у меня образовался на тарелке, как будто великан съел тысячу карликов. Ну, примерно так оно и есть. Вообще от такой еды, конечно, не потолстеешь, потому что пока ты соскребешь мясо с костей, которых очень много, и они мелкие, ты потратишь, мне кажется, больше энергии, чем получишь из этой еды. Но вкусно. Надо признать, что вкусно. Кстати, лягушатниками французов называют не вполне заслуженно. Реально, этот продукт появляется на столах очень редко, обычно по праздникам, ведь это деликатес. Интересно, а как отреагируют на такую еду наши соотечественники? Мы исключительно из исследовательских соображений, хотя и не без хулиганства, предложили посетителям подмосковного рынка отведать необычного мяса, причем какого не сказали. Вот даже походу на кролика. А что они еще едят, кроме курицы? Естественно. Кого? Лягушек. Лягушек? А если бы вам довелось их все-таки попробовать, согласились бы? На что бы они подходили? Нет. Никогда бы не согласились? Никогда бы не попробовали. Но вам кажется, что это не лягушки. Это все-таки кролик. Та-дам! Опа! Курица. 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 Не курица? Вы же только что говорили, что бобра, это курица. Бобур напрячься. Из гнессинина. Нет! Встретился нам на рынке и настоящий француз, студент, который учится в России. Не знаю, как называется на русском тогда, я не могу сказать. Курица, по-моему, да? Курица? Да. Подождите, как же так? Максим, вы точно француз? А что вы кушаете, вы поняли? Ну что-то курила. На что похоже, Светлана? На курицу. Какая часть курочки? Все-таки это нога, но, наверное, какой-то маленькой курочки. Очень маленькой курочки. Это лягушка. Это как вы сейчас так поняли? Это же Франция. Верно. Так, вы сейчас кушаете лягушку? Вы сейчас кушаете лягушку. Ну, смотрите, я никогда не ел такой во Франции. Вот, видите, приехали в Россию, чтобы попробовать французских лягушек. Это она самая. Вкусно? Правда, вкусно? В общем, наших испытателей никто не побил. Угощение понравилось всем. Ну а раз так, может быть, начинать ловить и готовить самим? Съедобны ли лягушки из наших водоемов? Этот вопрос давно изучает профессор Астраханского технического университета Марфуга Мукатова. Ее инновационно-исследовательская лаборатория уже много лет работает над технологией переработки лягушек. В наших водах, в наших прудах, озерах съедобным является только один вид, рана редибунда. Других съедобных видов мы еще не встречали. По-другому она называется озерной лягушкой. Весьма распространена в наших водоемах, ее легко узнать по бурозеленой шкурке с темными пятнами. Под угрозой исчезновения не находится. Во всяком случае, пока. Потому что, по словам доктора технических наук, вообще-то, лягушки это перспективное сырье, которое можно перерабатывать почти без отходов. Бедрышки пойдут на мясные консервы, потроха на корм для животных, из выделанной кожи получается интересная обувь. Даже лягушачья икра оказалась съедобной. В лаборатории ее засолили и попробовали. При исследовании у нами установлено, что икра лягушки рана редибунда напоминает икру севреживую. Что касается диетологической стороны вопроса, лягушачье мясо это отличный продукт. Если не учитывать кляр и жарку в масле, то в 100 граммах здесь умеренные 73 килокалории и достойные 16% белка при почти полном отсутствии углеводов и жира. Есть и витамины с минералами, в том числе селен, которого, между прочим, не хватает большинству жителей России. Этот элемент участвует в выработке гормонов щитовидной железы, а также полезен для репродуктивной системы и сердца. Если говорить о селене, то можно отметить три момента. Это молодость, активность и продуктивность, а точнее мужская репродукция. Селен входит в состав белков тестикул, то есть мужских яичек. И как раз нехватка этого микроэлемента приводит, скажем так, к повышению риска бесплодия и о нарушении репродуктивной функции именно мужчин. Так что, возможно, не зря французы, известные герои-любовники, так активно налегают на это странное лакомство. Съесть лягушку звучит ужасно, но в самой утонченной стране мира это делают давно и совершенно безо всякого стеснения. Везде свои традиции. Что тут еще скажешь?